Ну, снова здравствуйте, мои любимые, как всегда желанные прихожане и прихожанки, гости и добрые гости, которые не оставляют меня во всякий час, поддерживают меня, ставят лайки и комментарии. И некоторые даже присылают мне на поддержку моих штанов. Вот, я вас всех люблю, обнимаю, целую и рассказываю о новом дне из своей жизни. Вот вчера была суббота, у меня приходили девчонки, а сегодня ко мне едут дети. И, конечно же, с вечера, потому что с утра я очень занят, с вечера я напек им блинчиков. Когда я их спросил, что, детки мои, будете? Они говорят, блинчики. Блинчики или хворост? Блинчики. Ну, давайте блинчики. Значит, напек я их блинчиков, испек, конечно, булку хлеба и с радостью, с большой радостью жду детишек, потому что дети – это всегда радость. И я вот сейчас стою, вспоминаю у своей любимой печки, вспоминаю, иду я по лесу с козами вдоль дороги, иду, и едут дети, едут дети, значит, смотрят на коз и кричат. Мама, мама, олени идут. Второй ребенок говорит, нет, это не олени, это газели. Нет, третий ребенок говорит, это козы. И я стою, готовлюсь встречать детей, и думаю, господи, господи, насколько же у нас детишки несчастные, насколько мы сами себя обкрадываем. Мы настолько оторвались от своих корней, от своей природы, что даже не помним своего прошлого. Закрылись в этих каменных коробках, спрятались, зашорились, и ничего, дальше носа своего и интернета мы не видели. Так что, дорогие мои дети, конечно, всегда радость. У меня бюджетная компания, ничем я угостить не могу, деточек, а молочком, творожком, хворостом и добрым настроением, конечно же, всегда я рад. Я всегда их жду в гости, и просто жду с радостью, с нетерпением. Любому ребенку я рад, и часок-другой я проведу, конечно, с ними. Поедемте детей встречать. Иду, 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 ой, иду. Сейчас, лед, лед под ногами. Что это, а? Это мы. Ай, мои. А ну-ка, заходи. О, новенькая, а кто это? Тебя как? Варя. Варя или Варя? Варя. Варя моя хорошая, заходи. А ты Саша, да? Да. А ты Маша? Нет. Даша. Даша? Нет. Ой, ну ладно, прости. Все, все, мои хорошие. Ну иди туда, моя маленькая кукла такая. Иди, дедов, быстро, обнимай, дедов. Ой, да маленькая. Ну, все. А ну-ка, раздевайтесь, давайте, быстро. Быстро все раздевайтесь. Вот смотри, какую горку дедовам блинов напек. Да. Да. Молодцы. Смело, смело, смело. Вот сюда вставайте, все, складывайте, все. Сейчас. А у меня, кажется, тут на каждый стул снимешь. Конечно, конечно. Делайте как удобно. Вы, девочки, уж меня простите, потому что, видите, сказали воду отключат, я бочку воды набрал козочкам. Ну, пойдемте на маленькую экскурсию. Сначала козочкам. Снимай куточку. А мне как удобно. Удобно, ну делай как удобно, конечно. Я вот всегда хожу в шапке и в одном свитере. Дядька у меня спрашивает, пишет мне в комментарии. Знаешь, что пишет? Говорит. Знаете, что говорит? А что ты в одной кофте ходишь? А он не понимает, он не понимает, что дом сгорел, ни нитки, ни иголки не осталось. Носить нечего. Понимаете? Хорошо, что вот люди пришли, помогли. И это, и вот, что Бог посылает, на то и живу. Не всяком он умеет на Мазерате ездить. Кому-то надо и навоз. Да, кидай. Все. На дядьку не обижайтесь. Дядька не от большого ума такое сказал. Пойдемте к козочкам. Где наши козы? Козы наши козы, да? Ой, мои козы. Ой, все, ты знаешь, козы. Баришки, снимай. Ты что? А, ну ладно. А то она котейка. Она любит котейки. А ну, что мы перчатки где только не были. Аккуратненько. О, молодые. Курочки. 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 Видите, еще? Да. Ну, у меня все так, как у Афони. Видите, какие яички делают? Вот на этих яичках мы сделали им эти, как они называются? Блинчики вам. Видите? О, спасибо. Да. Кто хочет подержать курочку? Я. Ой. Ой, смотри, вы живы, хорошие. Давайте. Аккуратнее, яйца разобьются. А она не заклюет? Вот так, погладь ее и все. Не заклюет? Нет. Погладь. Ой. Ой. Полетать хочет. Полетать, ну на, погладь. Она такая, такая красивая. Кровая, нежно красивая. Она пушистая такая. Ну. Ну, сейчас весна. Да. Ну, пойдем, девковочки. Немного агрессивая. Агрессивая. Не, не, пугливая. Пугливая, да. Так. Все идите рядом со мной. Ой. Гостин с автодевками не взяли? Стойте. А ну-ка, набирайте полные руки. А это что, вкусняшки для козечек? Вкусняшки. Это к пятерочке продается или в магните. Бери, бери сама. Все. И вот сейчас идем знакомиться с козочками. Ой. С козочками красивые. Они все красивые. Иди сюда, моя кнопка. Вот, начнем с первой. Как ее зовут? Кто знает? Я думаю, уже. Аккуратненько по одной сушке даем. Розита, розита. Розита. Ну, с полу не понимай. Они есть не будут. Смотри, а все стоят, козочки, и все ждут. Все ждут. Да, потому что холодно, она простыла. А можно дать? Конечно. Вот ее зовут Йола. Глава, это тебе. Видимо, она не голодная. Нет. Она отказалась. Другому дать? Да. Ладно. Я это хочу дать. Она не подходит. Ой, она взяла с моей ручки. Ой, она пил. Она с маленькой. Да, можно и маленькой. Ой, она с моей ручки. Это Буян. Это мальчик. У него красивые глаза. Конечно. Кто еще хочет? Ты чего тут? Ой, это герилы. Хорошие. Не вкусненькие. Вот смотри. Это бабушка, а это дочка, а это уже ее внучка. Да. Я их всех лицо знаю. Ну, давай еще дадим по чуть-чуть. Давай вот этой. Видишь, какая бессовестная? Она заведала в кормушку. Он Буян, ну дай мальчику Буян. Он ходит. Вот, скажи, Буян. 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 Сейчас я... Буян. 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 Фулюган. Буян. Буян. Так, кого еще кормим? Явка-то подмеляю. Хороший кормим. Буян. Если не делайте. Ой, пупала. Вот этот, это бечик. Буян. Это Настена. Настена, я бы... Я помню Настена. Это Пангин. О, мы молодой стоили. Ну, сейчас Пангин. Я покормила. Ой, вот. Ну, еще одну дай. У меня бурон нету. Вот, любой. Вот. Я выбила. Какой я не буду. Она не будет кушать. А это? Это не будет. Она боится вас. Да. Вышли. Ой, а это дайте. Можно погладить? Можно. Можно. Это хочу погладить. Это Петя. Это маленькая. Маленькая. А что там у них пока что нет? Они все к вам ушли. Ой, дай. Той. Дай без рога. Это Миша. Ой, какая милая. Милая, конечно. Такие милые. Вот видите, да? А где вот, скажи, моя хорошая, а где ты в городе увидишь козу? Нигде. Нигде. Только у деда Афони. Правда? Ну, некоторые древних тоже есть. Но ты же туда не ходишь. А ты пришла к деду Афони. Вот смотрите, сколько детям радости. Сколько позитива. Сама природа. Так, дети мои, мы их покормили. Баловать. У меня козочки не ухали. Да. Поглади. Давай, давай ей. Все, давай, да. Это моя супер-коза. Я вам рассказывал, в прошлом году он дети кормит. Она уронила. Другую дай. С полу она есть не будет. Она все уроняет. Руками не машите. Вон, иди Миши дай. Миши дай. Вон, Миша, безрогая. Да? Да. Поняла, одного влага нету. Дралась, и отломали. Ой, как красиво кушает. Все отдала? Ну, все. Белую сразу заметишь. Да? Это бабушка, прабабушка. Это моя самая первая коза. А это все ее дети, внуки. Вот почему она так выделяется. Да. Это все ее дети, внуки, правнуки, праправнуки. Итак, восемь поколений у меня. Я его покажу. Вот эта козочка, она... Это Настя. Она единственная белая. Беляш, Беляш там. Беляш маленький там у тебя. Привет. Ой, он такой... Ой, она улыбается. Смотрите, сколько у детей позитива. Сколько радости. И теперь подумайте сами, насколько вы себя обкрадываете из своих детей. Час общения. Вы же знаете прекрасно, вы же умные люди. Общение даже с лошадьми, общение с лошадьми лечит ДЦП. А у меня козы сильнее, чем лошади. Они, если что-то у меня случится, они всегда предсказывают. Они всегда приходят ко мне, обнимают меня, целуют и жалеют меня. Да. Поэтому не жалейте общения. Потратьте два часа на своих детишек. Пусть им придет радость и счастье. Ну все, закончились наши пряники. Теперь пойдем добывать молочко. Правда? Да. Мы в прошлый раз добывали молоко у Миши. У Миши. Сейчас кого-нибудь. Пойдемте со мной. Они такие красивые и другие. Да, это Петя. Петя. Петя маленькая. И Буян. Ну погладьте Буяна. Буянчик. А почему Буян с этими застежками? Нет. А потому что он бьет девочек иногда. У вас есть же мальчики, которые бьют девочек? Нет. Нет? У Миши в саду есть. Есть, да? Вот. И он бьет, он же фулиган. Ну погладь его, он хороший. Он просто не понимает, что это плохо. Хороший, но непослушный. Вообще непослушный. И залазит сюда, и все меня переворачивает, все раскидывает. Но это гладь, гладь. Или на вид как ангелочек. На вид вообще как ангел. Ну такая тварь редкостная. Когда я говорю тварь, вот видишь, как он тебя любит. Лишь. Говорит. Моя девочка. Да. Да. Видишь, как облидет? Да. Коточки такие милые. Конечно, милые. Там косарька стоит, смотрит в шоке. О, привет. Тачка, которая без лагав, это пока что малыши. Это маленькие, да. Ну это красивые. Маленькие. Вот есть и сладание. Он тоже выделяется, у него полоска черная. Это да. У всех полоски черные. А я их всех знаю. Видите по имени? Ну он светленький такой, как бабушка. Как бабушка, да. Это уже не бабушка, это восемь поколений. Про-про-про-про-восемь раз прабабушка. Про-восемь раз прабабушка. Это я даже не понимаю, в какой степени прабабушка. Так, дети мои, собираемся. Пойдемте. Это прабраб. Ну, сейчас посмотрели, как наши козочки живут, да? Все. Курочек посмотрели, все. Сейчас мы пойдем и узнаем, какие вкуснятки нам дают козочки. Правда? Да. Ну что... Они много дают. Они много дают. Вообще и молоко, и сыр, и творог, и сметану, и йогурт. Ой, сразу подбать. И пирожки с блинчиками. Да. Да. Ну, прежде всех, чем всех кормить, вернее, прежде, чем нам кушать, вот, вкуснятки всякие, мы пойдем попроведаем нашу лошадку Фунтика. Да. Так, взяли по кусочку хлеба? Да. Понюхайте, как пахнет. Хлебом. Домашним трудом. Во! Домашним трудом. Моя же ты хорошая. И самым вкусным хлебом. Молодец, конечно, потому что дедушка ночью пек, да, и старался для вас. И выпечкой. Конечно, потому что это она козья сывороточка. Моя же ты девочка, все ты знаешь. Так, сейчас я что-нибудь еще возьму Фунтика нашему и пойдем поприветствуем нашего Фунтика, правда? Да. Вот мы и добрались до нашей лошадки Фунтика. Мухтарь, это у тебя хрен. Мухтарь, смотри, к вам Фунтик прибежал уже. Он огромный. Смотри, это лошадка. Ну, чтобы она нас не покусала, потому что она глупа. Она же думает, что она целуется с вами, а на самом деле она вам сделает больно. Поэтому я буду ее кормить, а вы будете гладить, и всем нам будет счастье. Правда, дети? Да. Так, хлебушек вкусный? Вкусный. Вот сейчас я буду его кормить хлебушком, а вы гладьте. А у него вкусный тушенок. Только за ротик не гладьте, а когда летом сойдет снег, все, гладьте его. Он такой огромный тушенок. Он его криво. Да, когда врач говорит, приезжает к нам, обнимает его, она говорит, диван наш, наш диван. Он, правда, мягкий, правда? Да. Он серьезно, как диван. Да. Ему хорошо. Конечно, хорошо. Он на ощупь, как моя лапа. Да. Как моя перчатка. Да. Боженьки, боженьки. У него такие белые глазки. Боженьки, к моему помощи. А это что, ресницы? Да, конечно, у него реснички. Белые. Белые. Красивые. Красивые. Возьми ее на руки. Кого? Я в год лошади родилась. Да. Давайте еще зернышек немножко дадим. Кукурузки. Да. Говори, фунтик мой фунтик. Фунтик мой фунтик. Да. Ну-ка. Фунтик мой фунтик. Покусим кукурузку. Гладь. Гладь его. Приличный фунтик. Конечно, приличный. Но. Такой красивый. Обрадочный. Вкусно фунтик? Конечно, кукурузка. Смотри, какая. Ой, я люблю кукурузку. Да. Кукурузку. Конечно. Какое такое. Ой, господи. Это сегодня как суббота святая. Ага. Кто там? Кто? А, Игорь. Ой, господи. Что, как два года-то, а? Лед один. Лед. Тобака недисциплинированная. Сиди. Ой, здравствуйте. Аханасий, за молоком выглуб. Молодец, молодец. Это, слушай. Хорошая. Сколько тебе надо? Три дашь? Дам, дам, конечно. Ну что, помогаете? Уменьшается молока? Да. Стало дышать лучше. Молодец. Суда очистились. Ну дай бог, дай бог. Ой, и кофе. Все. Подарок. Подарок. И баночку для творога. Вот. В следующий раз. И творожка. Да. Все, ладно. Необязательно сегодня, потом. Ну полегче, да, немножко? Полегче. Не то, что полегче. Вот. Да? Ну дай бог. Постоянно буду брать у тебя. Все. В магазине одна трава. Все. Все, хорошо. Сейчас процежусь, сделаю все и все. Сейчас. Постой две минутки, а то у меня там дети. Сейчас. Вот опять пришел человек, я отказать не могу. Набрал ему молока, творожка, больной сердцем. Все. Он меня не изменяет, тоже иногда там помогает. Вот сейчас подарок банку кофе принес. Как я с него деньги возьму? Да никак не возьму. Вот просто человеческое отношение, уважение и все. Сосед приезжает за 4, наверное, 4-5 километров деревня соседская. Вот такую дали ради молока. Какими ценностями мерить? Какими мерками мерить человеческое отношение к тебе? Я не знаю. Понимаете? Вот дети получают радость за общение со зверушками. Я получаю позитив на всю неделю радости. Какие мне деньги? Да никаких мне денег. Это я им должен платить за то, что меня не оставляют. И даже дети то, что радость принесли мне. Вот и все. Вот такая жизнь. Хоть и оторвали меня, но я наверстаю. Наверстаю, зато я получу вот сколько радости, сколько позитива, сколько добра от этих детишек. Как ангелы. И детям счастье, и мне. Взаимный обмен. Тут без денег. Деньгами нельзя это мерить. Человеческое отношение никогда мерить деньгами нельзя. Пойдемте, деду, отдадим молочко, творожок. Так, тяжело вам с козами, Афанасьев? Да ничего не тяжело. Господь, знаешь, не оставляет. Вот творожок тебе возьми. Спасибо. Все, деньги не давай мне. Все, молочко свежее, парное, сам доел руками, без аппарата. Все, езжай с Богом. Но вы один тут управляетесь с этим хозяйством? Один. Один. А да никто сейчас мне и не нужен, знаешь, чтобы Бог не оставил. Что сейчас? Попоил, покормил, да и все. Сейчас пасти не надо. А потом человека же брать ему платить надо. С чего я заплачу? Вот, 30-40 тысяч кормить надо его. Что? Он не будет сейчас так. В крайнем случае я помогу, приду. Все, спасибо. Все, давай с Богом. Давай, поправляйся, выздоравливай. Всего вам доброго. Спасибо, миленький. Спасибо, езжай с Богом. До свидания. До свидания, миленький. Приезжай, не забывай меня. Приеду. Ну и вот, ребят, вот только, если вы посмотрите, меньше месяца назад был, по видео по моим отследите, меньше месяца назад здесь хламник, конечно, в баку, но это осенник, это бытовка, так сказать. Меньше месяца назад был полный, аж сюда сено выкатывались рулоны. Вот мои козочки все сожрали, практически все сожрали. Вот. Что сделаешь? Да ничего не сделаешь. Не знаю, на раздумьях я, на больших раздумьях. И жалко, конечно, я их всех знаю, всех люблю, они меня любят, они меня целуют, обнимают. И бюджет настолько вот сейчас хромает. Стоит вот мой домик бедненький, стоит скворечник. Бабушка пришла, соседка вон с той улицы, тоже говорит. Я говорю, баб, зайди, посмотри, как я построил дом. Кстати, в следующий раз домой сходим, посмотрите, как я живу. Зайди, посмотри, какой мой, как я домик сделал. Она зашла, вот так крест на себя кладет и говорит, ой, Афоня, миленький, а как же здесь жить можно? Вот честно вам говорю, так и сказала, а как же здесь жить можно? А мне что, 36 метров? Газ есть, вода есть, вода горячая, вода холодная, унитаз есть. Куда мне лучше? Слушай, это большой дом, 200-300 метров, вот соседский дом. А вот, это Фунтик кучку сделал, да, красивую такую кучку. 200-300 метров, его протопить надо, его надо одеть, шторки надо купить, полы надо... А мне когда домом заниматься? Мне когда дома заниматься? Вот даже вот бедная собачка, вот она лежит от меня, не отходит, на нее в день тоже минут 30-40 надо потратить. Дома она не писает, дома она во дворе не какает, ее надо выйти, выгулять, все, время все уходит. Вот, ну ладно, пойдемте к детишкам, а то меня потеряли. Пойдемте, мои хорошие. Ну вот, дорогие мои, мы с детками немножко погуляли, покормились, познакомились и вспомнили наших любимых зверушек, ну и, конечно же, какая же деревня без стола. Чем богаты, тем и рады. На крестике ушибкой не разбежишься, дети ждут вкусных блинчиков, ну а мы, конечно, я вот все равно хожу, как-то вспоминаю свое детство, ну какое там детство было, если сахар был практически по талонам, а лучшие конфеты, вы же помните, это были подушечки наши, а если уж какую-то белку или там что-то с Москвы, уж не помню название, привезут, то это вообще делили по конфетке, по полконфетке, а мандарины только ели на Новый год. Поэтому, ребята, мы сейчас живем просто счастливо, просто счастливо и не ценим свое счастье, то, что нам бог дал это время. Ну и, конечно же, мне вас очень жалко, потому что не только вы себя обкрадываете, но вы обкрадываете своих детей с этим общением, отрываете их от корней, от наших, от наших традиций, вот, не приучайте их. Ну, когда ко мне, конечно, детки приезжают, я пытаюсь отдать им кусочек своего сердца, кусочек сердца, и вспоминаю себя, и мне хорошо, радостно, грущу. Ну, на душе птица поет. Так, дети мои, кто пойдет мне помогать делать блинчики? Фарш, ты, и ты, ой! Ну все, пойдемте потихонечку, пойдемте. Что мы берем с вами? Творожок будем козьим. Бличики с творожком, да? Да. Все, идем со мной. Идем со мной. Так, помогайте всем, все. Берем творожок, вот я распасовываю по пакетикам. Мы сюда его высыпем, высокую, потому что будем взбивать блендером, да? Да. Вот. Будем взбивать блендером. Наберем. Холодно ребеночку, боится. Не, у нас Мухтар не ворует. Не переживай. Так, смотрите, девчонки, вырастите, будете мамкам, папкам делать. Дальше, поклали немножечко, да, творожка. Попробуй какой вкусный. Ты попробуй? Ой! На, попробуй. Скажешь, какой вкус? Божественный. Что напоминает? Супермаркет. Да. Супермаркет, пятерочку. Так, ванилинчик укинули. Так, и сейчас немножечко сахарку. Да? Потому что сладкое любим. А чтобы нам красиво было, мы кинем изюмчика немножко. Горд. Да? Не любишь изюм? Люблю. Конечно. Вот еще, мои девочки, это Сашкента. Тетя Луиза прислала дяде Афоне, да. Я экономлю все, экономлю. Попробуйте какие? По одной изюминке, остальное вторым. Я пока что не хочу. Не хочешь? Ну-ка. Вкусный Сашкент, а тетя Луиза? Очень. Тетя Луиза, спасибо вам. Прям все, тетя Луиза, видите, как. А вы говорите, ешь, ешь. Надо все экономить. Здесь такого в магазинах изюмчика не купишь, правда? Да. Молодцы. Так, теперь, девочки, мои куклы, мои сладкие, берем блендер. Блендер, так. Включаем. Сахарок мы ложили? Да. Молодцы. Вот видите, а деда не помнит ничего. И будем потихонечку взбивать. Смотри, как бьет. Все. Чуть-чуть, молодцы, ковеешь, густой творог. Чуть-чуть. Вот. Еще, еще. Еще, еще, еще. 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 Еще капельку. Для себя не жалей. Да что ты так? Вы же для себя делаете. Лей, 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 скажу. Деда скажет. Лей, лей, не жалей. Не жалей. Так. Не жалей. Хватит. Все. Одни с собой надо. Одни с собой. Все на место. Всегда ставим. Так. Все, крутим. Смотри, как стало взбиваться. Красиво. Красиво. И вкусно. Мы с вами, девочки, где? В деревне. В деревне. Так. Смотрим внимательно, дети мои. Берем блинчик. А это мы как делаем, как торт? Нет. Мы делаем, фаршируем блинчики. Сейчас будем фаршировать очень просто. Вот смотри. Взяла ложечку. Запоминайте. Размазываем. Нет. Нет, моя хорошая. Вот. И сворачиваем ее в конвертик. Так сделала. Так. 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 Все, блинчик готов. Пойдем так. Да. Следующий. А ну-ка, бери ложку. Клади вот сюда. Побольше, побольше. Так мало. Не лезь. Не лезь, не лезь. Горочкой, горочкой. Давай. Еще горочку? А еще? Конечно. Ты же для себя любимой. Ничего пальчиком. Все руками моя золотая. Правда же? Можешь себя... Все сворачивай. Так. Вот так. Так. Слева. Вот здесь краешек подбирай. Справа. Так. И еще. Два раза. Ну, примерно так. Да. Давай подправим эти краешки. И вот это сюда. И два. На. Вот. Сюда. Немножко не опоротненько. Ну, скажи, ну, первый раз, ну, ничего. Ну, иди еще один. Первый блинком. Иди сюда. Паша, мы об этом о том не думаем. Да. Ну, еще один. И так каждый будет делать у нас все. Побольше накладывай целую ложку. Вы все должны съесть. Сидим. Еще помогай себе. Ну. Маш, маш, мяк. Так. Вот, видишь, как пошло. Смелее, не бойся. Вот. Все. Укладывай. Вон какой красавец. Так. Теперь следующий ребенок. Огромный. Ничего. Хорошему куску рот радуется. Запомнила, как делаем? Бери. Ложку. Огромную ложку. Так. Поближе сюда. Ну, ничего. Замотаем. Хватит. Хватит. Вот ты молодец. Так. Сворачивай. Подожди. Дай-ка руку. Немножко его придавим. Да. Потом краешки. Краешки вот здесь. Побольше, побольше заворачивай. А потом вот. Вот ты моя. Не так. А, потом вот так. Конечно. Все укладывай. Ну и все. Так. Так мы подправим. Ну. Давай, иди еще один делай. Помогай деду. А на каждую под два блина? Я буду делать под два блина, да? Ну, посмотрим, насколько творога хватит. Вот смотрите, как хорошо с детьми. Как хорошо. Все-таки маленькие, они как ангелы. Они настолько искренние, настолько непосредственные, что я бы сидел не с козами, а с детьми. Вот. Был бы нянькой. Во! Ну, бомба, да? Да. Так, следующий. Кто ребенок у меня? Следующий. Краешки. Так. Ну-ка. Вот на краешек сюда клади. О, какая голова. Ну. Еще? Еще. Еще чуть-чуть, конечно. Ты же для себя любимое делаешь. Так. Давай. Теперь. А теперь. Отсюда. Так. Вот чуть-чуть. Молодец. Этот краешек. Так. Тоже придави, чтобы не убежал у нас. Этот краешек. Прям у меня не детский туризм, а это. Уроки рукоделия. Ну, красота. Красота. У тебя получился точно такой же, как этот. Да. Точно такой же, как самый первый. Так. Все. Мы уже наполовину знаем, как делать блины. Да? Да. Клади. Зато мы теперь знаем, как делать творог. Все. Все. Да. Все с дедом научимся. Еще побольше, побольше. Не жалей. Ты же худенькая будешь, не вырастешь. Еще? Ну, капни, конечно. Ой. А ну-ка, капни, значит капнула. Да, молодец. Сворачивай. Ну, как получится, так и будет. Мы же все можем как-то делать. Так. Так. О, хорошо получилось. Так. Ну, Даша, у тебя почему-то получается идеально. Свет, клади. Так. Эту процедуру мы запомнили. Сделали. Запомнили. Так. Ну, все. Подвигайся ближе к столу. Кто самый сильный у нас? Я. Бери кувшин. А на меня поднимай. Разливай по чашкам молоко. Наливайте, наливайте. Не жалей. Не жалей, правильно. Все второе огромное. Ну? Чашка огромная, вторая огромная, все огромное. Так. Ну что, пробуем, что мы сделали? Да. Убираю, вставь на середку. Ну, подвигайте себе ближе. Берите, кому какой нравится. Я, конечно, возьму, Саша. Даша, на. Ага. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Все мои уберут. Вот так. Подниз. Да. Вот это. Конечно. Тепленький еще. Вкуснее. Таких в холоде нету. Да. Здесь вкуснее. Ой. Ой, ой, ой. Ты аж деда в краску вогнал. А мне так стыдно. Это великолепно. Так. А ты что, профессор, скажешь? Это самое вкусное блюдо в мире. Да? Ну что, мамкам, бабкам будете делать дома блины? Да. Запомнили, как что делать? Да. А где ты больше не приедешь? Приедем. Приедем. А зачем вы ко мне приедете? Помогать. Молодцы мои. Мои помощницы. Варю, чтобы возьмем. Кого? Варю. Варю. Меня. Обязательно. Без Варей нет и жизни нет. Правда? Да. Грызите, грызите. Вы худенький, а вам надо. Мне нельзя, если я поем, я спать захочу. Я же рано встаю. Пять утра пока встану. Пока всех накормлю. Пока напою каждую козочку. Вот. Запивайте молочком. Пока с собачкой погуляю. Пока с лошадкой. Понимаете? Кошечек надо покормить, попоить. Все. Так день проходит. Еще кто-то придет. Может быть, что-то купит. То зерна надо привезти, то сено, то уколы кому-то сделать. Не все так просто. Вы вырастите, будете мне помогать. Правда же? Угу. Вот. Ну а когда в следующий раз приедете ко мне, мы с вами будем делать хворост. Правда же? Ну что, получились блины, нет, девчонки? Получились. Получились. Скучать будете по козочкам? Да. А пока он больше по собачке, по лошадке, по козочке. По всем. По вам. По всем. По мне, да? Дедушку будете вспоминать. Хорошо. Ну вот, мои дорогие, мы покормились, подоились, попоились. Встретили деток. Вот. А дедушки гостиниц получили, доброе слово получили. Я, наверное, больше всего радости получил от того, что дети приехали. Наша съемка подходит к концу. Сказать мне нечего. Все вы видите. Все у вас на глазах происходит. Если что-то вас интересует, то, пожалуйста, пишите, ставьте лайки, комментарии. Задавайте вопросы, я на все отвечу. По-моему, я про кофту ответил, да? Почему ты в одной кофте ходишь и там, и за столом, и везде. Да потому, что дом сгорел. Ни ложки, ни вилки не осталось. Ни нитки, ничего. Все. Огонь батюшка унес. Соседи меня не бросили. Вы меня сейчас поддерживаете. Я не один, ребятки. Спасибо вам огромное. Приезжайте в гости, звоните, пишите, ставьте лайки. Ну и, конечно же, приходите ко мне на мои стримы. Я вас люблю, обнимаю. Еще раз вам говорю спасибо. До встречи.